Итак, друзья, всех приветствую на канале Строй дом своими руками. Большой дом, большие проблемы. Именно так мне пишут многие на канале. И одной из основных проблем, по мнению нашего зрителя, является уборка таких больших территорий. Сегодня мы немножечко будем отдыхать, потому что два дня провел на пасеке, работал с пчелой. Скоро, кстати, будет мед. Под видео всегда в описании. У меня все ссылки на мед, на все остальное. Так вот, появилась мысль сегодня, отталкиваясь от ваших комментариев на канале, рассказать про те самые шесть пылесосов, которые работают на благо нашего дома. Итак, первый пылесос, который вы вместе со мной собирали как-то недавно. Центральный пылесос. Очень коротко покажу вам принцип его работы. Для его качественной, правильной работы нам необходимо всего лишь таскать этот шланг по этажам. На каждом этаже пневморозетка, и он дотягивается от угла одной комнаты до угла противоположной. Все просто. Дальше идут два пылесоса моих. Это строительные пылесосы. Вот он первый, и там где-то еще второй. Я ими делаю всевозможные работы по своей стройке. Позже хочу раскидать их по гаражам. В каждом гараже, чтобы можно было машину почистить, и также он станки обслуживал. В общем, строительные пылесосы работают на благо моих увлечений. Следующий пылесос, это который я показывал вам буквально пару роликов назад. Это Red Road. Честно говоря, этот пылесос у нас больше детский, потому что он очень классно зашел детям. Там у нас Элина и Никита им постоянно пользуются, бегают по комнатам и чистят свои комнатки, короче. Покажи, вон мусор как раз, смотри. Оп, все, нет мусора. Следующее, что я вам хочу показать, это роботы. Вот это уже интересно. Вот, вернулись опять к центральному пылесосу, к моему. Я о нем рассказывал много, на канале есть видосы. Также у меня в котельной и вообще, в принципе, в подвале работает вот эта бедолага. Классный аппарат, но именно у этой модельки, так как она, наверное, уже старенькая считается, есть свой минус. Вы сейчас на картинке уже это видите. То есть, у нее сменные два бака. Бак для воды и бак для пыли. Это не совсем удобно. И сейчас я вам покажу еще один робот, который уже лишен этих недостатков. И, собственно, мы его с вами вместе сейчас откроем, потому что он приехал ко мне буквально недавно. Считайте это обзором, считайте это рекламой. Интересен он многими факторами, и я вам сейчас о них подробно расскажу. Сразу скажу, друзья, присылают это все почтой, и коробка не совсем удобная. Да и весит конструкция около 25 килограммов. Знайте это сразу, если встречать будете в транспортной компании, захватите с собой автомобиль. Смотреть будем вместе. Смотрите, нож не пригодился. А помогать в данном мероприятии мне будет моя любимая Евгения. Сам пылесос, он выглядит вот таким образом. И самое огромное у него это база. И я сейчас об этом расскажу подробнее, потому что я уже очень много прочитал. А, не такая уж она и тяжелая, если отдельно. Вот так выглядит коробка, и на ней уже теперь появилась надпись этой фирмы. Слушай, ну он вообще, смотри, какая база большая. Это, короче, автомойка для пылесоса. Это Ёрши. Это этикетка не от пылесоса, это от Ёрши. А, это чтобы его чистить? Ой, какой он красавчик. Какое мы ему дадим имя? А, ну тут сам Бог велел. Нет, это же Ева. Значит, это и будет Ева у нас. О чем я и говорил, что прикольно. На этом пылесосе, в отличие от нашего робота предыдущего, на нем не надо менять базу водяную с простой пылесборной. Втыкай назад. То есть здесь работает все в едином комплексе. Он ездит на базу мыться и сбрасывать пыль автоматически. Это мы сегодня с вами увидим. Для нашего белого пола, для нашей белой стены, это просто пушка. Сын, это разбирать, наверное, не стоит. А это у него еще дисплей? Сейчас узнаем. Так, как было, скажи. Здесь для воды, здесь, по-моему, для грязной воды. А пыль собирается сюда. Теперь можно срывать то, что ты мечтала. Так, сразу по ходу в комплекте идет, ну здесь видно вот на картинке, что здесь находится внутри. Две щетки еще дополнительные, провод, который нам сейчас нужен. И пакеты для, наверное, сброса мусора. Мусора, как все фирменное, все такое прям. Хоп. Так, сын, пойдем базу установим. Я беру базу и ставлю сразу на место. При первом включении загорелся значок Bluetooth. Соответственно, Ева ищет связь со своим хозяином. Разместите салфетку в зоне крепления. Установите компонент крепления салфетки в нижний пак. Мы это уже сделали. Извлеките резервуар для чистой воды. Снимите крышку и наполните его чистой водой. Вот, чистую воду надо. Объем до отметки максимум. Открываем, извлекаем, наливаем. Пока Женя наливает, я поставил аппарат на место и вижу, что он начал заряжаться. И показал значок, что сейчас нет контейнера для воды. Та-дам! До отметки максимум. Так, скачали приложение, вошли в него, зарегистрировали почту. Теперь Женя сейчас нажмет на пару кнопок, чтобы робот начал нас искать. И мы соединимся с нашей Евой. Включил его. Ездит он вообще своеобразно, не как наш пылесос, который был до этого. У него вообще по-другому все работает. Этот парень решил сначала изучить, как мы живем, как выглядит наш дом. И вот такой путь он уже преодолел. Можно поставить здесь, собирать пыль и стирать, например, чтобы он это все... Делал сразу. И настройки, либо собирать пыль, либо мыть. Очень тонкая настройка на любые вообще вариации. Еще что интересно, этот товарищ каждые 6, 9 или 12 минут может ездить на базу для очистки своих щеток и промывки вот этой губки. Вот, собственно, для этого он сейчас и приехал. То есть он прокатился, поизучал наш дом. И сейчас приехал почиститься. Мне это очень интересно, на самом деле. Да, смотри, он сейчас заедет и, наверное, начнет форсунить. Там начнет все мыться. Сейчас он выйдет мокрыми лапками, пройдется по дому. И потом мы, прежде чем он захочет зайти, мы посмотрим щетки, разрешим ему зайти и проверим, что будет дальше. Вот сюда грязная сейчас будет сливаться, а здесь чистая вода. А вон, все видно на картинке, что происходит. Видишь, там стирка идет. А, он упоказывает, да? Да, да. Слушай, ну такой комбайн. Можно на базе нажать, чтобы он приехал домой. Ну да, 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 вон пауза и домой. Мытье и бережное полоскание. Так, и что дальше? Все, продолжаем. Будем смотреть на его лапки или сейчас не надо? Да сейчас не надо. Ну все, дружище, давай и мой, и... Ну-ка, что за ним идет? А, мокрое, мокрое, вижу, видишь? Мокрый след, смотри, вот на солнышко. Мы специально месяц не мыли пол. Шучу, два дня. Чтобы увидеть... Не упади! Мне было страшно. Пошел. Друган, будь аккуратен. Да, да, да. Не надо, Женя, а то он подумает, что ты пол, и на тебя стартанет. Ну смотри, он прям мокро-мокро делает, да, за собой? Ну все, 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 не нападай на меня, не нападай, брат. Да, он вообще как-то интерес сам. Мы сейчас посмотрим распознавание ковра. Есть, работает. Он ковер не будет мыть? Да? Да, ну смысл? А как? Собака вечно на ковер лела. Да, и наматывалась на него. А этот увидел, что ковер, и все, дальше поехал. Теперь, друзья, мы ждем его на финише. Сейчас он покатается сколько-то минут. Смотри, ну видно вот на солнышко след его, видите? Две виходки работают. Их прям видно вот. Ну, я не знаю, как вам видно, я вижу прям след мокрый. То есть он такой, он лизуну оставляет после себя дорожку. Он быстрее ползает. Да? Вот, чтобы помыть, он ползал, знаешь, как тряпкой. Так, джинь, джинь. Да, 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 да. То есть он, знаешь, сколько будет? А этот, четвертый ползает. У этого интеллекта больше. Потому что он, во-первых, дом нарисовал на приложении буквально одним проездом. Да, а тот рисовал очень долго дом. Пока он весь не проедет, квартира не рисовалась. Тот секторами делал, помнишь? Он сектор, например, выбрал и квадрат моет. А этот вообще как-то своеобразно ездит, просто как хочу. И этот быстрее моет. Ну да. Точно мы решили вердикт, что этот пылесос у нас будет жить на первом этаже. А тот наш, о нем еще я тоже расскажу сегодня, он будет жить у нас в подвале. Ну, потому что старенькая версия, пусть он у нас занимается котельной. Ну, там эти перетыкания. А этому аппарату раз в месяц надо заменить воду и вытряхнуть пыль. Вообще элементарно. Ну и что, где бродяга? А не бродяга, не бродяга. Мы же его Евой назвали. Девочка. Знаешь, как можно поставить его на треногу, пусть на нем этот камер ездит. Друзья, если мы говорим с вами о разных пылесосах разных фирм на сегодняшнем рынке, которые есть, то часто встречаются пылесосы, которые только подметают или только моют. После подметания все равно эту пыль необходимо вручную вытаскивать, очищать, вымывать и так далее. И эти роботы требуют вашего вникания в процесс. То есть вы должны заменять модуль подметания уборки. Часто вот это ручное вмешательство невозможно выполнять одновременно. И вам необходимо сначала подмести, например, а потом вытереть шваброй и все время менять эти модули. В данном случае решением Родми Ева является подметание спереди и мытье сзади. То есть подметание и мытье полов можно производить одновременно, экономя на этом время. Нет необходимости переключаться между подметанием и протиркой во время использования, полностью освобождая свои руки. Сравните чисто моющий робот и чисто подметающий робот. Уборочная машина и шваброводной покупки позволяют экономить больше средств и занимают меньше места. Что мне понравилось, аппарат имеет различные режимы очистки, адаптирующиеся к разным потребностям и сценариям. Иными словами, Редми имеет систему пылесоса и также систему уборки, которая позволяет одновременно подметать и вытирать пол. Система пылесоса состоит из вакуумного двигателя, основной щетки и боковой щетки. Система уборки состоит из моющего двигателя и двойной вращающейся тряпки для уборки. Мощное всасывание 3200. Боковая щетка с динамическим регулированием скорости. Подвеска адаптивна к неровности грунта и изменениям вашего пола. Когда робот заканчивает уборку и возвращается, порт сбора пыли базовой станции автоматически соединяется с роботом. И грязь из пылесборника быстро всасывается в мешок для сбора пыли. Это происходит всего лишь за 12 секунд. Наша задача лишь своевременно убрать мусор из пылесборника и в нем не возникнет никакого неприятного запаха. Смотрите, какие грязные щетки после работы. Сейчас мы посмотрим, как чистят волосы. Пусть остаются. Давай, опускай и добро ему. Сейчас он подъедет, развернется и задом заедет. Вот учись у него управлять автомобилем. Смотри, как разворачивается на сложных участках. Что тут сложного-то? У тебя машина таких же размеров. Черепашка такая спряталась домой, да? Ну, прикольно, кстати. Это у него промывка началась, да, видимо? Алидар работает, он вращается еще. Вот видно, что уже сюда собирается грязь. А можно ее приоткрыть? Нет, она там сбоку открывается. Вот, давай сейчас посмотрим, как он помыл щетки. Давай. Подними. Чистенький, грязь сейчас мыта, все. Смотри, он наездил и он схему разрисовал. Зоны еще какой-то красный. А, это он за кроватью, типа красная зона. Туда не ходить, там грязно. Так, Жень, мы еще должны сделать опыт на моей любимой ячке. Сейчас посмотрим, как он все это измажет. Эта зона находится приблизительно вот здесь. Все, да, грязная зона? Наверное, здесь. Все, продолжаем чистку. Отправляем парня на уборку. А, парня, девчонку. Это же Ева. Ева. Подними его на лапки. Покажи нам свои лапки. Лапки грязные. А теперь посмотрим, после чистки, что будет. Иди, мойся. Так, все, идем мыться и потом смотрим. Друзья, ну вы же понимаете, что мы сейчас просто тестируем, изучаем все варианты. Я еще пока не знаю, какие я включил режимы зоны уборки. Там есть максимальная, минимальная. Все это посмотрим, проверим. И будем потом в конце уже знать по настройкам, как им пользоваться правильно. Но, как минимум, сравнивая сейчас это с нашим пылесосом, которым мы уже пользуемся около двух лет, я могу сказать точно, что есть плюсы. Их много. Вот, раньше мы после каждой мойки вытряхивали пылесборник, потом вставляли капсулу с водой. Причем ее всегда не хватало на весь этаж. Потому что у него там всего 600 граммов, да? По-моему, ну что-то в районе пол-литра заливалось в этот пылесос. Потом в конце тряпка приклеиваться перестала. Еще из минусов было то, что пылесос старого образца всегда залазил на коврике. То есть тут ковер был раньше такой еще советский. Он оттуда выдергивал, в общем, эти все нитки на себя наматывал. Беда была. Еву мы сейчас увидели, что она подъехала к ковру, посмотрела, типа, не буду. То есть, наверное, на режиме пылесосочения она на него залезет, а на режиме мытья она на него не лазит. Ну, по поводу как она чистит и моет, это мы еще узнаем в ближайшее время. Так, ну, друг наш готов уже к работе. У меня появилась классная мысль, чтобы было интереснее вам и показать это наглядно. Я хочу продемонстрировать, как работает старая школа. По системе вожу воду с собой, вожу мусор с собой. И новая школа, которая протер, отвезу мусор, там у меня заберут его и пойду еще раз прибираться. То есть мы сейчас поставим вот в этот пылесос мешок с водой, покажем, как он работает по уборке, по чистке. И включим Еву, чтобы они работали вместе, в параллельном. Но хочу сразу сказать, что вот этот моет по принципу, как моет человек. То есть вот такими движениями вращательными. И поэтому уборка идет очень долго. У аппарата Евы, у него тряпка вращается всегда. Единственное, что делает небольшую паузу на то, чтобы поехать и отжать эту тряпку в аппарате. Этот будет до последнего с ней кататься. Когда вода кончится, он будет просто тереть сухой тряпкой по полу бесполезно. Ну, собственно, почему мы и решили поменять пылесос. Поставить себе на этаж что-то классное и модное. Ну и современное, к тому же. Вот, в отличие от вот этого пылесоса, который не дотирал и приходилось мыть тряпку и еще раз его включать. Так, вот, втыкаем контейнер. Еще раз напомню, что когда мы работаем с пылью, контейнер заменяем. Начинаю эту гребанную уборку вашей зоны. Ева, культурная, аккуратная девочка. Давай, работаем. Бои пылесосов начинаются. Давайте, кто вперед? Кстати, что еще интересно, у Евы сам интерфейс приложения, если вы посмотрите, он бодрее. Ну и дизайн, соответственно, уже, конечно, современнее, чем предыдущие модели, которые до сих пор еще, кстати, есть на прилавках магазинов. Все, они поссорились, ударились и разбежались. Сейчас покажу. Ева будет мыть всегда по прямой, потому что, видите, по следу даже. Ей не нужно делать какие-то движения, у нее все время вращаются щетки. Вот. И она, кстати, не лазит на ковры, в отличие от этой подруги. А данный пылесос таскает за собой тряпку и ездит вот такими движениями. Ну, как бы хорошо, может быть, но вот видите, сейчас он в тапке вперся и все, и беда. У Евы, например, с ковром разговор короткий. И что еще мне понравилось? Она не долбится об мебель. У нее с этим как-то поинтереснее придумано. Вот сейчас, смотрите, ребята работают вместе параллельно. Это у меня родми, а вот у меня второй пылесос. И вот смотрите, разница, да? Ева, она разбила по секторам весь дом и работает. Ездит она как-то по своему интересному графику. А этот товарищ работает вот таким путем. Видите, как? Вон он. Вот. То есть он такими движениями тряпки как бы работает. Но это и понятно. У него нет возможности ездить прямо, потому что он ничем не вращает. Он просто возит за собой тряпку. И что интересно? Первое. У Евы нет собственного контейнера. И, соответственно, она более чище работает. Этот просто елозит тряпкой. А второе. Вы заметили, я не мою пол. Я не хожу со шваброй. Я лежу и наблюдаю, как другие работают. Заметьте, Ева поездила 9 минут, потому что мы выставили 9 минут. Поработала. И когда она едет обратно, посмотрите, какой мокрый след за ней остается. То есть вихоточки настолько она пропитывает водой, чтобы хватало конкретно на время, которое мы устанавливаем в системе. Этот товарищ, скорее всего, уже возит сухую тряпку. Ну, может быть, она еще имеет какую-то влажность, но уже не такую. Ну и дизайн, парни и девчонки. Смотрите. Что мне понравилось в Еве? Она преодолевает участки любые. Очень просто. Ей не нужно долбиться об стены и углы. Она прям идет намеченным курсом без всяких проблем. Этот товарищ у нас уже весь зацарапанный. Не буду их ругать. Оба классные ребята, только вон тот уже поновее и поумнее. Будем смотреть на ее ножки перед въездом. Давай заглянем, какая она сейчас грязненькая приехала, чтобы просто понимание было у дорогих зрителей. Устройство не касается пола. Это понятно. Поставьте устройство на пол, чтобы начать. Я забыл совсем сказать вам, что сегмент цена образования у этих обоих пылесосов одинаковый. Но с той лишь разницей, что современность, дизайн, вот эта база, ну это круто. Реально это круто. То есть пылесос приезжает и уезжает, как чистая тряпочка, которую не надо выжимать и зажимать. А в доме теперь у нас будет всегда чистота. Мне нравится. Мне нравится. А вот такой интерактив, друзья, у нас на телефоне, для того, чтобы мы понимали, что сейчас происходит с нашим пылесосом. Все слышите? Пылесос готов к работе. И мы говорим, что сделать надо? Принимайся за чистоту. Из минусов, я не мог просто об этом не сказать, такую проблему имеют оба аппарата и, наверное, вообще вся мировая линейка пылесосов. Шнурки, нитки, платки носовые, шарфы. Все это аппарат с большой любовью засасывает в себя. Наматывает это на щетки и так далее. Но из успокоения могу сказать одно. Если он это сделает, он просто сообщит об этом мне на телефон и отключится. То есть моя задача будет просто прийти и спасти друга. Друзья, таким образом я вам показал сегодня на этом ярком примере, как работают пылесосы старой школы и как работают пылесосы сегодня современные. Какой я могу сделать вывод? Конечно, такие пылесосы нам уже сегодня не особо и нужны. На сегодняшний рынок заходят новые поколения пылесосов, которые и красивые, и универсальные. И самое главное, что он выполняет сразу несколько функций. Он и протирает пол, и пылесосит с распознаванием различных вариантов, которые не могут делать пылесосы старой школы. Выбирать, конечно же, вам, но я рекомендую. На этом, друзья, наш выпуск про пылесосы закончен. Это был обзор. Строитель должен строить, обзорчик должен обозревать. Но, друзья, может у меня и получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я сейчас отдохну после пасеки немножечко, и мы начнем с вами устанавливать межкомнатные двери. Я очень рад был вас сегодня видеть. Все, до скорых встреч, пока, пока.